Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. В ногу со временем на ЖД вокзале теперь можно бесплатно зарядить телефон. Какие еще доступны функции? Планируется замена информационных табло. Вопрос-ответ председатель Бавровского госполкома проведет прямую телефонную линию. Когда? Последняя теплая неделя. Цветовой день будет сокращаться, а ночь становится длиннее. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Когда существенно похолодает за окном? А также льготное жилье, большой футбол и тревожный уровень. Коронавирус набирает небывалые обороты. Что будет дальше? Поездки с комфортом. Железнодорожная станция Бабруйск продолжает модернизироваться. В ряду современных технологий пополнения розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Максим Кембель знает, что еще доступно пассажирам. Железнодорожный вокзал Бабруйск продолжает совершенствоваться. Теперь в зале ожидания можно бесплатно зарядить телефон. Стойки с фирменным оформлением оснащены как розетками, так и USB-разъемами. Для удобства пассажиров под столешницей крючки для сумок и рюкзаков. Если у вас нет времени стоять над гаджетом, можно его подпитать в камере хранения. Подключаем телефон к проводу, закрываем ячейку и спокойно идем по своим делам. Стоимость услуги на сутки 1 рубль 20 копеек. В конце прошлого года вокзал оснастили справочным терминалом. Теперь не нужно стучаться в окошко к дежурному. Достаточно просто провести по монитору. Тогда информация о поездах появится на экране. В планах реконструкции вокзала в 2021 году планируется замена информационных табло. Они будут предполагать собой онлайн табло. То есть пассажир, не выходя из дома на сайте Белорусской железной дороги, может посмотреть информацию, на какой путь будет приниматься поезд, на котором он хочет отправиться в свою поездку. К услугам нелюбителей стоять в очереди терминал самообслуживания. Его популярность растет с каждым месяцем. Только за август аппарат выдал более 7 тысяч квитков. В пользовании техника проста, а это большой плюс. Билеты можно оформить на русском языке, белорусском и английском. Для того, чтобы оформить билет, нужно выбрать окошко, выбрать станцию. Здесь нужно ввести название станции, куда мы хотим отправиться. Допустим, это будет Минск. Минск пассажирский. Если мы хотим ехать обратно, выбираем окошко «Обратно» и выбираем число «Когда». То есть сегодня 22-е, ну либо в какой-то другой день. На кран автоматически выводится полный билет. Если нужен льготный, необходимо нажать «Изменить тип проездного документа» и выбрать графу «Граждане, достигшие установленного пенсионного возраста». Проезд со скидкой для этой категории, напомним, продлен до 31 октября. Оплата картой, купюрами и монетами. Максим Кембель, Максим Галенко. Бобруйск, 360. В субботу в Бобруйске пройдет прямая телефонная линия с участием председателя горисполкома. Позвонить Александру Студневу можно будет с 9 до 12. Получить ответы на вопросы, которые касаются жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, содержание и уборки горожане смогут и в администрации Ленинского района. В Первомайской по волнующим вопросам проконсультирует глава администрации. Телефоны для связи на ваших экранах. Товары для Поднебесной, отопительный сезон и рейс Москва-Минск. Аэрофлот возобновляет полеты в белорусскую столицу. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. 83% объектов Жилфонда Беларуси получили паспорта готовности к отопительному сезону. Выполнен ремонт системы, завершены гидравлические испытания. Осталось закончить ремонт кровли, проверку приборов, учета энергии. Напомним, решения о сроках начала и завершения подачи тепла с этого года принимаются областными, районными и городскими исполкомами. Основание – среднесуточная температура. Аэрофлот подтвердила взобновление рейса в Беларусь 26 сентября. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа – 11 668 российских рублей. Это в два раза больше, чем до начала пандемии. Следующие после этого рейсы в Минск Аэрофлот планируют на 3 октября. Раньше российская компания совершала еженедельно около 50 полетов в белорусскую столицу. Белгоспищепром планирует открыть в Китае компанию для поставок продукции. На рынке Поднебесной уже есть товары с надписью «Сделано в Беларуси». Цикловичный жом, рапсовое масло, кондитерские изделия. Сладко идет в основном на Север-КНР. Местные потребители предпочитают изделия с меньшим содержанием сахара или без него. Например, шоколад-президент. 25 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Время стать заметным». ГИИ напоминает. В свете фар человека с фликером можно увидеть на расстоянии до 400 метров. В Беларуси, как и в большинстве европейских стран, США при Балтике, введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за правонарушение до трех базовых. В Беларуси планируют в полтора раза увеличить строительство льготного жилья до 2025-го. А к концу года профильное ведомство намерено ввести в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров, четверть из которых с господдержкой. При этом в Минске будут строить меньше, постепенно застройку планируют перенести в города спутники, наиболее активно намерены развивать Смолевичи. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Побруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели и выписаны из больниц 73 386 пациентов, которые переболели коронавирусом. Зафиксировано 76 104 человека с подтвержденным COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 миллиона 700 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Глава Европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге заявил, сентябрьские цифры показывают тревожный уровень передачи вируса в регионе. Всего в мире зафиксировано более 31 миллиона зараженных COVID-19. Пик по выявлению заболевших пришелся на 11 сентября. В этот день положительный результат тест показал у 54 тысяч человек. Это рекордное число. Прежний максимальный показатель 43 тысячи был зафиксирован 1 апреля. В эти выходные пройдет 25-й тур чемпионата страны по футболу среди команд высшей лиги. 27 сентября на стадионе «Спартак» Бобруйская Белшина примет «Шахтер». Начало матча в 3 часа. В игре первого круга, напомним, красно-черные проиграли футболистам из Солигорска со счетом 4-0. Сейчас подопечные Дмитрия Мегаса занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Приятный бонус перед наступлением холодов. Синоптики объявили бабье лето. Вторник порадал белорусов сухой, солнечной и теплой погодой. На Долголитренд Анастасия Шевцова. В среду погоду в Беларуси будет диктовать теплая воздушная масса из Европы. Небо затянет небольшой слой облаков. Осадки не ожидаются. Умеренный ветер подует с юга. Днем воздух прогреется до 27. Ночью градус упадет до 6-12 тепла. Северное полушарие встречает осеннее равноденствие. Уже завтра световой день будет сокращаться, а ночь становится длиннее. На старте бабье лето. В народе золотая осень. Совсем скоро начнется рестопад, а перелетные птицы улетят на юг. На Азию обрушился шторм Ноул. Стихия затронула Вьетнам, Лаос и Таиланд. Сильные ветры ломали деревья, ливни повлекли наводнения. Около 50 тысяч человек эвакуированы. Тысячи строений повреждены. Шторм унес жизни по меньшей мере 7 человек. Сильный дождь затопил город Брокенхилл в Австралии. Всего за 15 минут там выпала месячная норма осадков. Вода залила улицы, в домах обрушились потолки. Завтра в Бобруске будет теплая сухая погода. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 23. Ночью похолодает до 10 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо.